всем привет хочу показать вам процесс работы над одним из портретов это портрет кошечки таффи и здесь будет небольшой кусочек покажу вам как я рисую шерсть мы захватим также глазик и немножко вокруг него сначала я обычно подготавливаю все темные зоны то есть закрашиваю темным цветом например где полоски на лобике и у меня здесь довольно хорошо подобрана бумага то есть у меня серый оттенок самой бумаги и поэтому она позволяет где-то просвечивать соответственно мне черный мешается серым плюс я добавляю где-то коричневый и вот уже за счет белого я могу просто доделать самые светлые участки белый у меня это карандаш кохинор он довольно яркий и мы с вами это уже обсуждали это получается как такой в принципе аналог карандаша дженерал с который очень белый яркий американский карандашик раньше он был более доступен его можно было прям за такую небольшую цену приобрести сейчас он стал намного дороже ну вот а вот такой кохинор он получается намного более приятные по стоимости также здесь я добавляю светло-розовый карандаш прям светло-светло это бренд швейцарский карандаш я стараюсь не только белый использовать но и другие светлые оттеночки например светло-желтые светло-розовые чтобы оттенок не выглядел ну таким черно-белым да потому что кошка она все равно конечно коричневатая то есть там есть теплый потом вообще такой оттеночек лесной такой окрас кошки это майн-кун он зависит от освещения на при каком-то освещении при вечернем при теплом она будет выглядеть более теплой при холодном она будет и ну такая более в сторону черно-белого окраса здесь она как раз находится на улице то есть она лежит на земле на камушках вокруг нее находятся цветы кстати вы видите участок справа там коричневый там 9 земля потом я его впоследствии закрасила тоже цветами меня клиентка попросила добавить туда больше цветов и я часто когда уже перекрыла оттеночки перекрыла форму белым цветом я добавляю туда другие теплые оттенки например желтые какие-то бежевые охру уже поверх белого потому что белый у меня создает такую фактуру фактуру то есть рисунок уже появляется а другие дополнительные цвета они просто чуть-чуть подсвечивают чтобы все выглядело более реалистично по цвету и разные светлые здесь использую у меня кусочек справа он весь довольно светлый и туда я буду дальше добавлять уже коричневый немножко черного но все равно там будет использоваться достаточно много разных белых и я выхожу уже на участок ушка здесь показываю как шерсть на него выходит вы видите что ушко слева она уже сделана мне нужно будет потом еще доделать ушко справа и сейчас я добавляю черный кстати черные оттенки обзор уже делали мы на китайские карандаши до которые ну довольно плохо работают но знаете иногда у них бывают и такие неплохие варианты карандашей в общем из набора телесного я прикреплю здесь ссылочку на это видео где мы рисовали с вами портрет если помните этими карандашами так вот и остальные очень-очень спорные особенно белые просто все это ужасно черный карандаш он неплохой во всяком случае на пастельмати да и наверное не только на нем он смотрится довольно ярко и он прям черный черный и он очень мягкий то есть он такой прям в насыщенный по цвету и в общем да я его добавляю на самые плотные темные участки там где глазки мне нужно подрисовать либо где шерсть сделать прям совсем такую темную поэтому да вот он работает неплохо иногда нужно взять коричневый либо черный с таким более нейтральным цветом на чтобы сильно контрастно не рисовать иногда нужно прям ярко-ярко в общем он работает здорово и мне нравится сейчас как раз я с ним прорежаю участки светлого чтобы показать больше фактуры и могу добавить дополнительное обозначение то есть как идут полосочки затемнения вниз уходит я заранее намечаю себе рисунок шерсти чтобы потом мне было проще добавлять уже туда оттенки и если я работаю уже с каким-то цветом например черным то я смотрю все области которые находятся рядом какие из них такого же темного оттенка и добавляю этот цвет туда это получается довольно удобно то есть мы фокусируемся на одном кусочке и с одним цветом его располагаем на нужной области где-то можно затемнить например вот эту буковку такую в или м ну в общем рисуночек который на лбу находится у кошки ее можно сделать поярче то есть я постепенно возвращаюсь к этому участку с которым уже поработал и могу добавлять туда то светлые то темные оттеночки также участок переносится он довольно яркий контрастный поэтому там пойдет сочетание белых черных коричневых и охра там у меня еще будет присутствовать я немножечко сейчас делаю форму более четкой вот эти светлые зоны которые идут вокруг глазок делаю их более яркими за счет того что добавляю небольшой черный контур вокруг на участке который между глазами там и перехожу дальше на коричневый это может быть вот моем случае да я использую здесь и сепию и такой шоколадный оттенок дервинта немножечко добавляю мягкого коричневого плюс у меня там скорее всего и рефлексики добавляются до от окружения то есть цветочки розовые и где-то может такой коричнево-розоватый оттенок в том числе быть на вот этих серо-коричневых зонах поэтому смягчаю эту область с черным я уже это не делаю потому что он будет там слишком грубо смотреться слишком ярко а коричневый как раз подойдет для этих целей со светлым бежевым таким бежево-розовым я начинаю дорабатывать волоски те которые выходят на участок ушко и очень хорошо работает опять же карандаш то есть бренд карандаш швейцарский они очень мягкие очень яркие их действительно надолго хватает у меня вот набор который был или нет это был не набор я отдельно покупала цвета еще очень очень давно и некоторые из них живы до сих пор то есть там остались небольшие карандашики но все равно за счет вот его такой сильной концентрированности хватает цветов очень надолго и они работают ну практически как белый очень яркий белый цвет с добавлением небольшого какого-то оттеночка в общем я люблю использовать они хорошо перекрывают когда у вас даже много слоев все равно они работают очень здорово сейчас я с мелочком немножко доработал участок над глазиком потому что мне хочется побольше белого то есть больше площадь вот этого светлого цвета сделать выделить и здесь я уже не стала доделывать карандашом и решила сразу добавить туда мелочек и дальше чтобы совсем очень белым этот цвет не смотрелся я добавляю немного желтого это штабела вроде правильно говорю да мне поправили что нужно не стабела а штабела говорить вот так что это он и добавляю туда еще охру такой желтоватую охру оттеночек это бронзил бронзила очень мягкие приятные и они все-таки у меня используются больше для перекрытия когда основная форма уже готова то есть примерно текстура есть и вам нужно дальше по цвету их скорректировать вот для этого они работают очень здорово потому что они смягчают все-таки они более такие мягкие более скользящие нежные очень такие как бархатные оттеночки есть некоторые более жесткие да прям такие твердые карандаши вот эти же более такие плавные мягкие чуть-чуть еще делаю углубление с черным чтобы у меня поверхность не было такой однородный по заполнению и сейчас будем уже переходить дальше черного вот этого действительно здесь у меня много использовался потому что она хорошо себя ведет и знаете даже в таком не заточенном виде все равно за счет такой вот концентрации своей пигмента как ни странно в этом наборе на китайских карандашей он все равно дает то четкую линию очень такую классную тоненькую и удобно им рисовать поэтому для всех таких затемнений я его использовала где-то прям ярко и жирно где-то совсем тоненькие затемнения добавляла кстати что касается еще верхней части лобика там видите я уже это у меня нарисовано было там я сделала мягкий переход то есть от черного с добавлением такого серого наверх чтобы плавная форма головы была и такое часто бывает когда вот кошки на улице до находятся там лежат гуляют неважно да позируют наверху идет от свет сверху от неба освещение солнышко да и так далее и поэтому получается особенно на черном цвете идут такие холодные блики поэтому туда можно добавлять голубые оттенки можно добавлять какие-то серые холодные и они все будут естественно смотреться еще дорабатываю участок над глазиком на последние будут светящиеся моменты тоже это у меня идет светло бежевый цвет им я же доделываю немного серединку за но проверяю какие участки можно сделать посветлее потому что я стараюсь идти сверху вниз вот так вот охватывая по очереди все кусочки но иногда я возвращаюсь к тем элементам которые уже сделала немножко проверяю и делаю их более четкими здесь вот даже слой такой густой большой у меня собрался поэтому я с нажимом с довольно сильно наношу белый чтобы показать самые самые яркие самые прям вот светящиеся моменты поэтому надавливаю на карандашик и делаю здесь несколько волосков очень яркими то же самое с участочком посередине вот между черными полосками там чтобы более такие объемные были вот эти светлые зоны добавляют туда карандашик поярче и получается вот такой вот более объемная форма у лобика он выглядит не плоским а действительно прям вот таким пушистеньким там видна глубина потому что и шерсть длинная да по сути у мэн куна понятно на мордочке шерсть она более короткая но все равно она такая довольно объемная у нас должна получиться а дальше чуть-чуть я ухожу с белым уже направо тут где у меня шла темная полосочка я ее подчеркиваю и можно перейти на участок ушка сначала я выделяю его толщинку добавляю туда белый ввожу по контуру а и потихонечку добавляю туда другие оттенки сначала идет вот такая вот охра теплая золотистая это бронзил дальше добавляю туда немножечко черного и показываю самые темные участки где там пойдут плотные волоски то есть сейчас я работаю со средними и с темными тонами а потом я буду добавлять уже туда белый и за счет белого мы будем делать как раз таки волоски чуть-чуть подсвечиваю с ярким цветом и после этого можно будет уже добавлять туда белый белый как раз будет перемешиваться с предыдущими оттенками то есть он будет объединяться где-то там с коричневым на где-то с охрой и цвет тоже будет более теплый главное не забыть сделать совсем светлые такие участки которые заходят на контур уха и понемножку по чуть-чуть я добавляю светлые волоски сначала прям легкие и здесь нужно будет даже прям с таким хорошим нажатием это делать особенно те участки которые у меня уже выходят за фон здесь я видите фон уже подготовила сначала сделала фон а потом рисовала котика поэтому белый понадобится довольно яркий с довольно сильным нажимом чтобы когда он выходил на поверхность цветочков он их хорошо перекрывал особенно мы здесь видим что довольно такие белые очень яркие насыщенные волоски тем более они длинные что характерно для мейн-кунов у них обычно довольно длинная шерстка и усы и сами волоски до которые в ушках у них получается хорошая длина соответственно когда первый такой базовый слой готов то есть основные волоски я наметила причем я сделал такой промежуток данный участке лба где он переходит к ушку там вот эта белая полоска она должна остаться поэтому все мои основные светлые волоски я уже делаю на средней части ушка и оттуда как раз я буду выпускать уже самые самые длинные волоски которые будут видны на фоне цветочку меня здесь прям вот мне вспомогательные даже использую другие карандаши вот например вот этот карандаш чтобы показать здесь самые яркие волоски и оттеночки так как белый даже он не всегда здесь перекрываем поэтому мне нужно прям ярко-ярко это сделать и проследить силуэт справа где там самые светлые участки здесь немножечко подтушевываю чтобы смягчить эту область и слежу за формой чтобы у меня получилось она похожа на референс с этим же белоросовым прям ярко с нажимом я добавляю самые активные самые длинные волоски выпускаю их по длине и в этот момент я кстати замечаю что нужно будет и с другой стороны мне где другое ушко тоже потом и сделать более длинными это уже потом не когда ушко дело справа смотрю что на ушки слева тоже там все-таки более длинная шерсть дальше с белым и здесь я уже белый мелочек добавляю то есть максимально стараюсь разными средствами сделать эту шерсть поярче и посветлее увожу волосинки вниз они прямо так вот свисают вниз силуэтиком и можно будет доделать уже помимо волосков туда добавить затемнение самые темные зоны которые будут подчеркивать светлые волоски потому что в ушки там по сути то же самое сочетание то есть она черно-белая и добавление немножко окры и немножко коричневого что здесь основные как бы моменты с ушками мы сделали а можно только чуть-чуть по цвету добавить добавить немножко контраста углубление больше черных и уже заниматься тем что находится снизу снизу можно уточнить темную полоску и поработать там где идет силуэт здесь вот я рассматриваю как раз смотрю где у меня пойдет еще одна темная полосочка по краю здесь получается таким образом то есть заканчивается форма головы вот одна форма где лобик и дальше так как шерсть опять же длинная да и шерсть уже на щечках на шее она переходит дальше они объединяются то есть расходятся как таким конусом вниз участке шерсти и я сейчас буду эту форму передавать а внутрь я немножко добавляю еще коричневого чтобы смягчить мне сейчас кажется что слишком такой светлый цвет получился на лобике справа поэтому я немножечко его так прорежаю коричневым делаю его более нейтральным и немножечко для прорисовки для объема формы я добавляю коричневые вглубь вот этих светлых волосков потому что вы знаете если рядом со светлым добавляются темный то он его подчеркивает и светлый цвет у нас становится более ярким и контрастным вот здесь тоже самое если в глубине где-то добавить темного коричневого то и белый тоже будет смотреться более ярким еще немножко я белым подсвечиваю здесь на самом деле у меня уже максимальное такое количество светлого туда уже больше белый не ложится и я его так и оставлю вот примерно таким образом начинаю делать глаза сначала немножечко темно-зеленым я сделала участки с тенями дальше я сразу добавляю туда зрачок зрачок видите у нас такой суженый он небольшой потому что освещение очень яркая и дальше теплым зеленым таким разбавленным оттеночком это у меня контент карандаш я заполняю основную форму это очень неплохой зеленый нейтральный оттеночек и часто он кстати у меня участвует именно вот в рисовании таких глазок им я форму заполняю а дальше буду дорабатывать по цвету сверху больше идет темных оттеночков то есть там можно взять какой-то зеленый травяной потому что у нас с вами сверху идет тень от верхнего века и соответственно сверху всегда оттеночек будет более плотный чем снизу поэтому мы немножечко форму углубляем заранее делаем глазик более круглым дальше нам останется добавить туда ярких оттенков можно здесь добавить больше салатового больше зеленого и потом уже расставить блики салатовый я использую из набора между прочим калур на которой я тоже делала обзор и некоторые из этих карандашей я между прочим использую довольно успешно они не рисуют супер ярко но иногда знаете такой легкий нюанс цвета который нужно оставить например взять ярко-зеленый из карандашей колор добавить им несколько полосочек они вроде бы и делают ярче общую форму но все равно не смотрятся такими супер насыщенными поэтому я вот стараюсь их тоже использовать все таки на постель мать нормально они работают то есть все ну плюс-минус понятно не самые лучшие карандаши но некоторые оттенки которых например у меня нету я могу спокойно взять использовать дальше мы конечно добавляем блик он приносит нам вот эту самую яркость блеск глазика дальше можно с черным сделать форму более четкой более такой контрастный сразу глаз у нас оживает когда мы добавляем и светлые и темные участки туда можно чуть-чуть еще сделать поярче участок с зрачком да если где-то зашли на него с карандашиком например немножко моего поправляем и еще хочу добавить бликов смотрю где у меня снизу находятся яркие белые блики использую белый карандаш тот же кохино стараюсь сделать прожилочки то есть добавить фактуру на наш глазик дальше немножечко серым цветом я дорабатываю слизистую чтобы она смотрелась более натуральной добавляю блеск в уголочек глазика и чуть-чуть на будущее я добавлю охры чтобы уже под ним под глазом добавлять туда светлые оттеночки ну что получается мы сделали с вами небольшой участок справа на лобике я показала вам как делать глаз мы посмешивали разные оттеночки сейчас с белым снизу я доработаю участок под глазом то есть у меня там была база из охры из серого и дальше я добавляю туда белый вот прям как с другой стороны будет смотреться и сразу глаз тоже становится более реалистичным более ярким потому что с темным да мы добавили вот такой вот светлый цвет его тем самым мы выделили и можно проверить если где-то нужно добавить больше белого мы тоже добавляем его поярче справа чуть-чуть я доработаю участочек шерсти которые выходят на фон и на этом будем заканчивать наш урок такой небольшой процесс хотелось вам показать надеюсь было интересно надеюсь вам было этот как-то познавательно спасибо за внимание и пока пока друзья